Я вынужден часть стихов пропустить. Всего должна быть мера. Так, Валерий Красивич, доброе утро. Получил вчера вечером посылку с яблочками Веронетки. Одичавший. Треть перебрал. Достал семечки. В этом есть какое-то дополнительное удовольствие самому достать. Поняли, что такое это? Еще раз говорю, садовод это не профессия, это диагноз. Попались? Полный цикл, но разве что только сами яблочки не собирал. Так же осенью повещал. С удовольствием доставал семена из ягод. Магонии. Спасибо вам большое. Быстро посылку отправили. Быстро дошло до Казани. И это очень хорошо. С дочкой у Кады доставлены семечки. Не буду тратить драгоценное время на дачу. А это вам спасибо. Вот. Я вынужден вот это процитировать. Ничего тут плохого нет. Вопрос здесь много странный. Почему? Это мне. Плеваете на саженцы, а не на большие деревья. Я растерялся. Или совершеннейший новичок. Это даже не укор. Это просто, видимо, недоумение. Я вынужден говорить. На большие деревья тоже прививаю. Нет, на большие уже не прививаю. Вот. Я отказался от этого. Это бесперспективно. Деревьям, которые 3-5 лет я могу привить. Почему? Я потом буду делать отдельный фильм. И там мы продолжим эту тему. Вот. Но это молодые деревья. Это называют третий этаж. Прививаю как на третий этаж. Далее. Значит, я вынужден сказать, что, наверное, ответить так. Разные цели преследуются. Ну, привил я на большом дереве. Ну, 3-5. Ну, 10 привил. Вот. Может быть, я и всё перепривил. Может быть, это дерево попалось неудачно. А если это прекрасное дерево, если там 100-граммовые абрикосы, 300-500 грамм бывают груши, яблони. Чего перепривать? Единственное, а у меня оправдывает то, что я и на большие привал. Мне надо было спасти какой-то новый сорт. Тыкал куда только не переживётся. А фотографию уже сотни показал. А теперь всё-таки про большие. Я не удержался. Я полез в интернете. Вот прививка, которая учебная. Это всё учебное. Вот это дерево абсолютно больно, мертво. Фактически оно мертво. Это уже не дерево. Это уши. Кстати, такие деревья лучше отличить. Лучше бы не лечили. А данный человек взял и привил. А я же не могу, чтобы не это. Я говорю, был бы я студент. Что бы студент сказал? Дерево покрыто, мхом дерево покрыто этим самым решальниками. Был бы я студентом, да? Дерево много лет, что прививка там бессмысленно. Помрёт вместе со всем деревом. Ему жить-то осталось. А я бы не всё. Я же говорю, я нутный. Он взял верхушку, верхушки, я почки привил. Чего он получит? Да не чертай тут. Это ладно бы. Бывает как? Примёшь нормально по-советски. Но тогда ради неё в соседней ветке я уничтожаю, чтобы дать простор, дать развитие. Это называется учёба. Да, с другой учёбой. Ну, то есть студенту пятёрку поставить, если он заметит, что всё это напрасный труд. И вот это никуда не годная прививка. Длинная совершенно. А это вообще верхушечная. Нашёл, что прививать. А вот это? Ну, и сколько она даст этих плодов, если их приживётся? Ну, опять старое дерево. Но я, правда, выбирал специально, чтобы подразнить этого человека. Вот это куда-нибудь. Что это? Перспективное дерево. Вот это тоже. Раньше бы привить. Потом давайте посмотрим внимательно. Вот студент получил бы хотя бы тройку, если бы что. Ну, рассказал бы, что это называется прививка под кору. Вот так ведь. Вот. Что позднаватенько. А рядом-то, вот видите, 2,2. Вот те самые, то вот я такие люблю прививать. Две палочки вставил, помните, я выше показывал. Ну, почему не те? А он же всё равно же, он вот эту же ветку огромную, толстую. Он всё равно уничтожил. Вот это я так же бы уничтожил, чтобы дать простор вот эти вот здесь прививки сделать, на дальнем плане вот эти две ветки. Вот и всё. Вот и уже четвёрка у студента. Вот. А вот это я сказал, что да, взрослые, да, плодносящие, но молодые деревья. Это трёхлетка моя. Вот. Я выбираю в таких случаях сильно, одно из самых сильных веток. Если уж я собрался привить сюда какое-то чудо, вот это вот есть чудо, вот прививка, это чудо. Вот. У меня таких перспективных несколько. Я хочу... Ну как это... Это же наглость какая. Отправляю черенки. Вот. Женщина из Калининграда. Там две кандидатки. Они перестали с собой общаться. Взрослое дерево. Выслал бай черенки. Бай у меня 68 грамм, а у него 130. Причём не одно, а всё дерево в таких. Это как понимать? И вот каждый раз, когда я его загадываю, а может быть я и 150 получила. А заложено в них, это заложено качество. Удачная прививка. Мощнейший рост должен обеспечить вот эта несущая ветка. Я не обновлял так, что... Я прямо в эту центральную проводник привил. Что хочу-то делать. Вот так. А вот это опять. Я ещё этот способ... О нём стараюсь не говорить, чтобы не плохому не учить. Вот. Вот она, как и дровка. Но когда она пойдёт в рост, вот эта малюхонька невидимая меру почка вот тут вот. Так. Вот здесь придётся отрезать. Пока вот эта не будет отрезана выше. Со страшной вот такой раны, через который мороз пойдёт сюда привить. Если не отрезать, тогда хрен будет трясти, будет очень плохо. Вот. Вот эти прозорцы. А вот тебе, скажите, он что, решил меня право прививать эти самые? Здесь другая цель. Помнишь, как звучало. А я что делал, прикрежусь. Смотрите. Я в таких случаях никому не открою. Я обязательно отвечу. Что я ответил этому товарищу? Я ответил. Отвечу на вебинаре. Он мне. Вот это недоумение. Почему проявляется на сахар? Вот сейчас скажите мне, почему на сахар? Один, 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 новый садик. Стали деревья, ну, их миллионы, ну, привили мы все их, а дальше всё. Садов таки не будет. Вот это осень, это абрикосы. Это сентябрь, месяц, конец сентября. Ни один не погиб. За все годы, если брать десятки лет, я нашел четыре подопревших этих. Здесь клон. Один секрет, это клон. Просто можно еще плохо видеть. Здесь градусов 10. И снег не застаивается. Чего им токнуто? Пересажены с листьями, сильная обрезка. Они весной, все живы, дайдены. А что получилось? Потом, вы видите, привезти зелые, развиваешься по малышку. Вот. Смотрите, это этот год. И это что, это было? Без сажат. Вот они, привезти, вот они первые на крыльях, уже видите? Бутылками. Вот она. Вот такое у нас весна была. А что делать? Ну, посмотрим, какие будут результаты, будем ходить, посаду революбоваться. Надеюсь, что сейчас Анатолия Патапенко. Расскажите, привет. Присла мне такая мысль, о том, чтобы я тебе в России не только осталось, а с удовольствием. Ты своим примером столько людей вдохновил, начать с удовольствием, с удовольствием, добился успеху. Думаю, что каждый человек, облядываясь на прошлое, для освящения, определяет для себя те вехи, по которым будет память и добро, оставленное потомкам и людям. Люди знают, Мичурина, знают тебя. Ну, давайте не будем привлечивать. Один с тысячи. Меня знают. Мичурина. Сейчас же мало. А лет 20-50 назад знали все. А меня на один с тысячи, так что это привлечения. Ай, пропускаю. Здоровье мне желает мирного неба, до сих пор удивления. Да, еще удивлю. Это такие привычки сделал, все удивлю. Вот теперь надо санкции венча дать вас раз. Вот. Итак, это надо было умудриться. Вот. И попасть в НИИ с удовольствием в Сибири, в качестве ученицы. Поздравляю. Диплом вручили о повышении квалификации. Так, кажется? Я на самом деле. Вот. И. Ох, не удержусь. Ну, сегодня день такой, практически. Вот это я почти как поэзия. Для меня это почти как поэзия. Давайте послушаем. Доброе утро, поехали. Мы домой из Барновна. Хотели бы встретиться с одним специалистом по косточкам. Вчера не получилось с ним встретиться. У него там прививки, много-много всего. Ну, в общем, решили, что осенью, когда еще раз поедем сюда, с ним встретимся. И вдруг он мне пишет сообщение. Валерий Константинович зарекомендовал вас как очень хорошего специалиста. И я вспомнила, что он приезжал к нам уже когда-то там, ну, пару лет назад. Звали его Денис, молодой человек. Он с этим приезжал, с Турсунпо там. Я его вспомнила. А так, когда мы разговаривали, ну, там, его представляли по имени и отчеству. Ну, это, конечно, мне ни о чем не сказало. Ну, то, что вы с ним разговаривали обо мне, я сразу вспомнила, кто это такой. Ну, и еще сотрудникам две ваших книги подарили, там, записки старую и одну новую. Так что институт Лесаренко теперь знает, кто такой Железов. Ну, я, кстати, свою книгу подарила, там, двум. Так что все хорошо. Слава Железовича Вильсавинича уже дошла и до Барнаула. Вчера ходили к ним в Дендрарий и вообще по территории, по полям гуляли. Конечно, вообще работа колоссальная ведется. Дендрарий шикарный, много-много разных видов и интродуцентов из разных, вообще, мест. Вот. А поля, конечно, вообще содержатся в идеальном состоянии, но мы были только на жимолости и на облепихе, смогли туда заехать. Но облепиха, конечно, просто ведется изумительно, на селекции облепихи. И женщина, которая ведет эту секцию, ей 84 года, она работает, сама по полям ходит, по всем полевым ездит. И, в общем, она, конечно, умница. Еще и в двух местах работает. Преподает в Аграрном университете и здесь. Тоже научным сотрудником работает. Моя Тамара Леонтьевна, с ней вместе работали. Они обе умские закончили Аграрный и, в общем, работали здесь 40 лет назад, а до сих пор работают. Ну, вот у весточка. Этот институт, я думаю, это как, время в наше теле? Нет, друзья, посмотрели, не из садоводства. Он на грани закрытия. Я про это слышу каждый год. А там работает уникальная женщина, там 84 года. Я даже про неё не знаю, но облепиха это не моё. Выдающийся человек, её бы вызвать в Кремль, ей бы вручить бы орден, да такой орден, который самый, самый авторитетный орден. Потому что 84, сколько ещё она сможет работать? Я видел её в ролике, я видел её, эту самую облепиху. Выдающиеся люди. А кому не нужно? Всё закроется, пойдут люди на улицу. А вся надежда была бы на то, Елена Александровна, я думаю, случайно покажу. Помните, как я приехал туда, я сказал, это езжать, ты когда-то будешь директором этого не имени Лисовенко. Вот. Сейчас самое главное, ну, шить. Конечно, чиновникам, учёным чаем внушать, что будущее за молодыми. Сейчас сразу раз, и новое руководство сразу раз, ну и денег подкинуть. Всегда на новое дело уже денег подкинуть. И через несколько лет, вот буквально через 3-5 лет, всё от меня, именно от меня. Вот. Латвяков сейчас теряется коллекция, ботно растеряется, я один оставил живой. В смысле, где деятельные, те уже в могиле. Всё это можно, можно возразить. Я не говорю, что это. Ну, когда-то, когда тебя будут начать на русскую племию, директором студии Лисовенко, когда всё это покроется такими садами, вот тогда, скажешь, мы учили в Ужелину. Идём дальше. Так, брусенько стираю. Так, Илья Александрович, вот я забыл. Так, в общем, будем на нелегальном положении. Илья Александрович, это мой друг из Сумской области, обладатель уникального персикового сада. И теперь смотрите, вот, ещё один, земля, у меня оказывается, это как, посмотрите, для меня каждый раз это такая радость, когда один, пусть один, ну ещё один раз. Смотрите, это он обращается к моему другу, в Ужелине Александровичу, в Сумской области. Совсем на усилы. ещё раз хочу поблагодарить за такой подарок от вас. Я молодой садовод, мне 20 лет, изучил много теоретической информации, но практический опыт буду набирать только в этом году. И несмотря на малый опыт, есть амбициозные и масштабные цели в плане садоводства. И огромное желание. А также продолжить дело Железова, насколько смогу, ребята на Украине, уже без нас не обойтись без Сибирякова. Это я вам говорю. Не обойтись. У меня уже сейчас видишься, ну ладно, чуть позже. Пока что мне нечем поделиться на будущем, вот это, как Валерик все же говорил, возьмёмся за руки, друзья, чтобы не пропасть поединочке. Но это правда, не я сказал, я повторил за знаменитым, уникальным поэтам и песенникам. Агузавы, да. Вспомнил, а то первый раз, несколько лет мы вспомним, как узавы. Вот. Вы же понимаете. Вот. У нас теперь друзья только судьи объединяют. Возьмёмся за руки, друзья. И дуяло бы здорово случилось, еще поддерживать связь. Видите, фамилию я убрал. Адрес убрал. Здесь было полностью. Телефон, адрес и фамилия. Всё. Переходим на нелегальное положение, друзья.